Самое обычное детство, с горками, каруселями, с самыми простыми детскими радостями. Подарить именно такое своему сыну – главная мечта семьи Артема Туровских. Недавно мальчик научился бегать, и теперь за ним просто не угнаться. Но родители не жалуются, на это слишком долгим был путь к такому успеху. Сейчас его мама обещает, если сын начнет говорить, она ежесекундно готова отвечать на любые почему. Но путь к этому тоже будет непростым. Для этого мальчику необходимо регулярно проходить курсы реабилитации. И в этом нужна помощь. Если Артем вышел гулять, то взрослым уже не нужно сводить с него глаз. Ходит он теперь очень быстро. Интересуется всем вокруг – проезжающими машинами, пожелтевшими листьями на деревьях. Правда, продолжается прогулка недолго. Ходить в уличные обуви мальчику пока тяжело. Сильная спастика «Стоп» доставляет дискомфорт. Дома он вовсе не сидит на месте. За тот год, что мы не виделись, научился бегать, залезает куда угодно. Не успеешь оглянуться, он уже может на столе быть. Все стиральные машинки везде залезет, все достанет, все шкафы. То есть у нас это прям сейчас… Да, стало посложнее, но мы очень рады этому, что мы это все научились. Это наша мечта. Поэтому это для нас счастье. Счастье семье Туровских досталось тяжелок. К году маленький Артем перенес три операции. Первую в свои две недели. На одной из них его сердце буквально собирали по кусочкам. Первые недели дома он находился только рядом с кислородным концентратором. Слишком велик был риск остановки дыхания. Артем задышал сам, он справился у нас, он молодец, он боец. И мы начали набирать вес потихонечку, начали, научились кушать сами. То есть с бутылочки, не из зонтика, который у нас сначала стоял. Потел у него везде плекатэ, труб. Когда Тюмин был три месяца, нас выписали домой. Но больше недели мы дома не были. Из-за сложных операций в раннем возрасте Артем начал отставать от сверстников. Каждый навык давался долгими занятиями. Сейчас в списке побед Артем умение ходить, бегать, подниматься по лестнице, координировать сложные движения. Раз. Давай. Левой. Правой. Вот, вот, держись, держись. Нет, двумя, двумя держись. Вот так, да, аккуратно. Наверх смотри. Вот, молодец, как Артем кумеет, да? Вот какой Артем молодец. Несколько раз в неделю Артем занимается плаванием. А несколько раз в год проходит курс реабилитации в медицинском центре. Не только физические занятия. Дефектологи, логопеды, стимуляция отделов мозга – то, что нужно, чтобы мальчик заговорил. Сейчас этому мешают мышечные спазмы. Появились новые звуки. Особенно вот когда были на реабилитации, он работал с дефектологом. Занятия такие были почти по часу, и он сидел. Сидел, и я с стороны наблюдал, при мне он плохо занимался. И у него появлялись звуки. Он пародировал гуся, га-га-га, тигра, гэ-гэ. То есть у него научились матрешку собирать, разбирать. Тоже такая вот умелочка. Ну вот мы с мамой плохо занимаемся. Мама старается, а Артем нет. Артем все хоть. Но тут три кота, тут приоритет. Мама, конечно, старается. Пробует вносить в каждую игру развивающий элемент. Но сейчас ее главная задача – верить, что у Артема все получится. Мы добились, что он пошел. Мы добьемся. Я надеюсь, что услышу, как он разговаривает. Ну, у нас появляются, я говорю, звуки. Поэтому я верю, что мы сможем, что у нас все получится. Мы еще любим взглядать, да? Цена одного курса реабилитации для Артема – 260 тысяч рублей. Часть суммы уже оплатил Боготворительный фонд. Больше половины семье предстоит собрать самостоятельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова